Андрей Викторович, а как вы в целом считаете, нужно ли России в интернете изолироваться от Запада? Сейчас очень многие СМИ у нас, да, государственные, они говорят о том, что нас притесняют в социальных сетях, не дают нужного количества просмотров тем или иным каналам, что вызывает тревогу у государственной власти. По вашему мнению, стоит ли нам ориентироваться на тот же Китай, где стоит золотой щит, и все контролируется государством? Может быть, не все так плохо, и есть смысл сделать такую же модель в России, как это сделано сейчас в Китае, и она является второй экономикой в мире? Ну, понимаете, в чем дело? Я противник какой-либо изоляции, потому что любая изоляция, золотые щиты китайские всякие, это, во-первых, хорошо только для самого Китая, то есть для того, чтобы это работало у нас, мы должны быть китайцами по менталитету, то есть должны быть людьми бесконечно терпеливыми, людьми, которые обожествляют и молятся на чиновников, которые считаются высшей кастой, людьми покортными государству на генетическом уровне. Как известно, китайцы-то очень плохо вербуются, если вербуются вообще, то и среди них изменников родины нет, потому что у них и в голове такое повернуться не может, их там конфуцианство, подчинение государству как продолжение власти неба, оно им дает такую идеологическую основу, которую пробить совершенно невозможно. У нас? У нас? У нас все по-другому. Я бы не хотел, чтобы у нас была китайская модель, а я был бы в ней таким китайцем, да, только русским, да, по менталитетам, потому что это была бы даже не Брежневщина, это было бы гораздо хуже. Но китайцев это устраивает, полтора миллиарда живут в этом режиме, для них это является нормой. Другой вопрос, будет ли перенесение хотя бы частично вот этих правил жизни и правил игры нормой для нас, будет ли оно нас устраивать. Теперь, золотые щиты, которые легко преодолеваются, и сами китайцы по секрету могут, значит, рассказать и даже показать, как их обойти. Вот эта оборонительная тактика обороны никогда не обеспечивала победу в сражении. Там, как бы ты ни защищался от чего-то, все равно найдется Брежь, через которую угроза проникнет и тебе нанесут удар. Поэтому любое количество золотых щитов — это не решение проблемы, это лишь откладывание этой проблемы на какое-то определенное время. Решить может только наступательная стратегия и тактика. А вот с наступательной стратегией у Китая проблема, потому что они хорошие финансисты-торговцы, никакие солдаты военные в принципе. И опыта наступательных операций, в том числе информационных, у них нет. У них великолепно отлаженная оборона. Но как наступать, они не знают, у них ни опыта, ни специалистов нет. Ну, сейчас, видимо, они пытаются что-то перенимать, но даже если они вооружаются новейшими разработками, новейшими технологиями, это не поменяет их менталитета. Людей, которые действуют в обороне, а если оборона начинает резкаться, они разбегаются. Здесь еще и тип специалистов не должен быть, которых у них нет, и неизвестно, появятся ли они. Теперь, что касается социальных сетей. Но проблема наша стоит в том, что государства нет в этих сетях. А есть попытки как-то ограничить их деятельность путем внесения запретов сверху. Понятно, почему это произошло, потому что на вершине власти у нас люди, которые полностью выросли и сформировались, когда этих сетей не было и в помине. Это для них чужое, а самое главное непонятное для них. Психологически непонятное, потому что как вести там свои профили, тем, кому разрешают, или как там переписываться в чатах, они, конечно, уже умеют, да, их там обучили. Но это не их среда, она для них является средой стрессовой. Поэтому они стараются всячески дистанцироваться, не лезут туда, потому что чувствуют себя там неуютно и некомфортно. Именно это привело к тому, что весь YouTube, например, стал площадкой для маргинальной оппозиции, которую вытеснили со всех федеральных каналов, из федеральной газеты, то есть там, где форматы понятные. Вот она вся ушла в YouTube. И там никакого сопротивления этой маргинальной оппозиции нет, потому что государство и прогосударственные органы там не присутствуют. Но их там просто нет. Там, где они есть, это вот имитации. И более того, в политом новом государстве надо быть в первую очередь вот в этих новых сферах и пространствах и вести там какую-то активную политику. Не обязательно по гноблению, истреблению либеральной оппозиции всякой или активного противодействия. Они там должны просто присутствовать как второй полюс, создавая альтернативность мнений, пространство вот для выбора альтернативных решений. Потому что всякие там TikTok'и и YouTube'ы сейчас это вот абсолютно безальтернативное пространство. Там все сдается вот либеральной, неолиберальной идеологией. И если ты в ней не свыше, ты маргинал вот именно в этой области. Поэтому здесь винить можно только себя, ну я имею в виду вот государственным чиновникам. Надо туда идти, надо там активно действовать, развивать, ввести информационную, пропагандистскую деятельность, образовательную, просвидетельскую и так далее. И вытеснять маргиналов, особенно агрессивную их часть, туда, где им самое место. То есть какой-то очень маленький узкий сектор, где им будет внимать такое же абсолютно маргинальное сообщество, которое там не больше нескольких процентов активного населения в Российской Федерации. Хотелось бы спросить вас о панамском досье. В СМИ пишут, что документы были получены немецкой газетой «Züdeutsche Zeitung» в 2015 году от анонимного источника. Писали, что последней международной некоммерческой организации Wikileaks за утечками информации панамских документов стоит Джордж Сорос. Одной из целей публикации была информационная атака на президента России Владимира Путина. Можете ли вы рассказать немного об этой истории, была ли это спланированная операция со стороны западных спецслужб? Давайте попробую я рассказать о ней более-менее подробно, потому что она действительно заслуживает внимания. Да, это действительно информационная операция, операция американской разведки, несмотря на то, что там присутствует БНД, немецкая разведка, да, и вроде бы и Панама. Сделано это все американская разведка ЦРУ. Операции проведены очень профессионально. Это не просто дискредитация президента Российской Федерации. Это еще насаживание на крючок людей из его ближайшего окружения, на которых вот в этом Панамском ДСЕ тоже оказались дела различные. Общая схема этой операции такая же, как и у всех операций американской разведки после 2014 года. Это вот последовательность вбросов. В данном случае в скандале с панамскими офшорами вбрасывается компромат на конкретных лиц. Да, то есть информация об офшорных счетах и движении финансовых средств по ним. Это последовательность информационных вбросов, разделенных периодами экспозиции или периодами тишины. То есть вброс, пауза, вброс, пауза. С обязательным преданонсом следующего вброса. Для того, чтобы люди, которые, чиновники, которые вот сидят, видят первый вброс, они видят, что их там пока нет, но им уже пообещали, что через два или три месяца будет сделана следующая вброса, и там уже будет много информации именно по российским чиновникам. Чтобы они сидели как уже на сковородке и сами себя накручивали, думая о том, что какие материалы попали в руки этим людям, есть ли они в этих материалах, в чем они-то уверены в том, что они есть. А если они есть, то в каком объеме эти материалы будут опубликованы и к чему им готовиться? Каким вопросом от своего руководства и так далее? От правоохранительных органов. То есть это вот схема типичная для американских информационных операций вообще. Брос, пауза, брос, пауза. Пауза необходима для того, чтобы считать ответную реакцию объектов информационной операции или атаки. Вот они начинают же дергаться, там истерить, кто-то рыдает, кто-то требует возмездия и перехода, там, показать этим гадам. То есть начинают вести себя неадекватно. Их реакция считывается, анализируется. И следующий вброс уже формируется, исходя из особенностей этой реакции, так, чтобы он сразу ударил по конкретным выявленным болевым точкам. В результате реализации такой схемы, каждый последующий вброс оказывается еще более точно настроен на болевые точки конкретного человека, по которому он убьет, чем предыдущий. Каждый новый удар становится все более болезненным, и через некоторое время болевые ощущения от ударов становятся невыносимыми для людей. Они либо ломаются, либо начинают посылать сигналы о готовности к компромиссу, согласию на те условия, которые выдвигает организатор этой операции. В данном случае били компроматом, то есть информацией об офшорных счетах и о тех средствах, которые по ним проходили. Чистый мотив криминала, в чистом виде. В первом брусе, который произвел эффект, разорвав все бомбы, там была информация на 146 политических деятелей, как бывших, так и в основном действующих по всему миру. Это был колоссальный скандал. Вот премьер-министр Исландии был вынужден уйти в отставку, из-за того, что у него нашли офшорные счета и средства, которые он туда вывел, для того, чтобы, видимо, отмыть их непонятного происхождения. Но в первом брусе из этих 146 человек был только один русский. Это вот был Ралдукин, музыкант, директор Дома музыки, друг детства Владимира Владимировича Путина. Ралдукин, музыкант-филончелист. Когда выяснилось, что у него есть два счета, по которым проходили миллиарды, Ралдукин сначала пытался сказать о том, что да, это вот благотворители жертвуют деньги, а он на эти деньги покупал разного рода скрипки Старгиварии, Вилончели, Амати. Но когда выяснилось, что потоки денег несоизмеримы с тем количеством дорогих инструментов, которые он приобрел, эти комментарии перестали поступать, и остался один большой вопрос. Кому принадлежат те деньги, держателям или хранителям которых от Ралдукина выступал? Ну и, казалось бы, это вот конкретно, да, появился вот этот вот мем. Футляр от Вилончели, пустой, да, в котором эти деньги, видимо, перевозились в виде наличных. Причем он укоренился в сознании людей. Казалось бы, ну, есть офшорные счета у Ралдукина, но это проблема самого Ралдукина. Но вся информационная кампания вокруг этого первого броса была построена в западных СМИ так, чтобы связать Ралдукина с Путиным, чтобы убедить всех, что это деньги Путина личные. А Ралдукин доверен на его человек, потому что они дружили с детства. И Ралдукин там, значит, был крестным отцом у кого-то из дочерей, Владимира Владимировича есть фотографии и так далее. Что это деньги вот его, самого. Схема была довольно простая, но очень эффективная, потому что она сработала в итоге. Но встает вопрос, как эти материалы вообще попали в руки журналистов-расследователей. Потому что опубликованы они были не столько цартингом, сколько организацией, известной под названием Международный консорциум журналистов-расследователей. Это некоммерческая организация, которая была создана специально журналистами для того, чтобы проводить расследования разных коррупционных дел, публиковать разоблачения в отношении крупных чиновников по всему миру и выводить таким образом чиновников и нечистых на руку политиков на чистую воду, чтобы мир стал чище. Это вот чистые идеалисты такие, некоммерческие организации. И вот очень интересная история о том, как этот материал попал к ним в руки. А попал он вот так, по объяснению этих журналистов. Они рассказывают следующую историю. В 2015 году немецкая разведка, БНД, это Бюро по защите конституции ПРГ, внедрила своего агента в эту компанию панамскую, Масаик Фонсека, панамскую юридическую компанию, которая вела операции по счетам в панамском офшоре для клиентов. Значит, правительство Германии заинтересовалось средствами, которые немецкие граждане прячут в офшорах за рубежом. И им якобы было интересно узнать, пользуются ли панамскими офшорами немецкие граждане, утаивают ли они что-нибудь от налоговых, или, может быть, выводят туда какие-то средства для того, чтобы их отмыть и легализовать. С этой целью в компанию был внедрен агент этой немецкой разведки. То есть человек подготовленный, проинструктированный. И этот агент удалось обойти системы защиты, втереться в доверие и получить доступ к этим документам. Эти документы он крадет у компании, бежит из нее и передает ее немецкой разведке. Значит, далее немецкая разведка смотрит эти документы и по счастливой случайности, абсолютно необъяснимой и неожиданной. Вот звезды так сопали. Среди этих там пяти грузовиков документов не находят данных ни на одного немецкого гражданина. То есть выясняется, что все пять грузовиков документов – это материал на грандон иностранных. Ни одного немца там нет. То есть все немцы чисты, да? Никто из них панамскими офшорами не пользуется. То есть эти материалы для немецкой разведки сразу теряют ценность, потому что они-то искали на своих граждан, а туда одни чужие. Что с ними делать? То есть вопрос. Далее, видимо, очень долго околеблется БНД, потому что принимается решение подарить эти документы кому-нибудь, то есть избавиться от них. И вот они передают их безвозмездно, то есть даром, по их словам, вот этому международному консорству журналистов-расследователю. Типа нам они не нужны, но возьмите. Не уверен, что это было сделано безвозмездно, потому что времена нынче тяжелые, а разведке тоже надо на что-то жить. Возможно, что они там как-то продали его. А может быть и просто подарили, кто знает. В общем, журналисты получают этот объем документов, раскрывают их, у них охренеть. Они приходят в ужас. Там последние волосы на их лысых черепах встают дыбом. И они быстро начинают строчить первую статью. И очень быстро, после того, как этот массив документов попадает им в руки, появляется, они публикуют часть этих документов на своем сайте. Вот с этого начинается скандал. И, казалось бы, история такая, типично бытовая, в которую, ну, как не поверить. Все ведь логично. Документы секретные, секретные. Охранялись они серьезно, серьезно, потому что Масаик Фонсека очень серьезная организация. Финансовые документы там охранялись лучше, чем в Буддесбанке. Но их украли. Украл домушник, карманник с улицы. Нет, он бы и близко не подобрался бы. Украл агент разведки, очень уважаемый немецкий. То есть человек подготовленный. Мог бы, ну, кресть, мог, в принципе. Здесь тоже все сходится. В ответ на вопрос, как эти документы попали в публичный доступ, если они секретные были. И там охраняли Масаик Фонсека. Огромное количество боевиков стояло с пулеметами. И вдруг они попадают в открытый доступ. А все очень просто. Кража. Их украли. Тоже понятно. Почему немецкая разведка отказалась и выкинула на помойку эти документы? Ну, фактически передавшим налитом расследователю. Да потому что там по счастливой случайности не оказалось ни одного немецкого гражданина. А кто там ворует в других странах немецкой разведки, абсолютно неинтересно. Это их честное дело. Все, в принципе, понятно. А журналисты-расследователи, почему они опубликовали этот материал? Ну, понятно, они же идеалисты. Они ведь и собрались не для того, чтобы бабло заколачивать. И подсадить всех этих фигурантов на иглу, на шантаж, да? Типа, давайте выкупайте досье-то на себя за приличные деньги. Нам не хватает на яхтах. Они же заправдывают. Поэтому они как идеалисты взяли, что могли, то и выставили. Вот эта история называется легендой прикрытий. А легенда – это часть операции по легендированию убрасываемой информации. Для того, чтобы уброс ту информацию, которую во вбросе, поверили сразу, что это подлинные документы, необходимо объяснить людям, которые будут этот уброс читать или рассматривать, объяснить историю попадания в публичное пространство этих документов, особенно если они секретные или охраняемые. Сразу возникнут вопросы. А как эти документы вообще попали сюда? А почему эти люди их публикуют? И вот это как раз та самая история, которая объясняет всю историю попадания этих документов от сейфов Масаик Фонсека до открытых сайтов Организации журналистов-расследователей. Все логично, все понятно. И она снимает сразу на входе все вопросы, которые к этим материалам возникают. Если это история человек верит, то ему нет оснований не доверять тем документам, которые опубликованы. То есть самому убросу. И после этого начинается скандал. Развивается он очень интересно. Вот СМИ, средства массовой информации, западные прямо вот из Божи вон лезут для того, чтобы связать Ралдугина, хотя Ралдукин один русский, там еще 145 иностранцев, они более интересны. Нет, на Ралдугине там фокус почему-то сходится. И с кожей вон лезут, чтобы связать Ралдугина с руководителем нашего государства. И как они это делают? Выпускается в авторитетном каком-нибудь журнале или газете американской, там или британской, большая статья. В статье про Ралдугина вообще ни слова. Про Путина тоже ни слова. Вот описано о том, что вот огромное количество коррупционеров европейских, там азиатских стран и так далее. Вот они, значит, документы выплены, документы на них. Коррупция не должна остаться без наказания, что к ним всем должно прийти и все это должно быть расследовано. О русских вообще ни слова. Далее заголовок. Заголовок тоже ни о Путине, ни о Ралдугине. В панамской досье коррупционеры должны быть наказаны. А над этим заголовком фотографии. И вот над фотографией почему-то либо сам Путин, либо Путин с Ралдугином. И это метод выстраивания ассоциативной связи. Потому что человек, который прочитал статью, он убеждается в том, что речь идет о коррупционерах. То есть вот в этом материале, который воспринимается целостно. Затем возвращается к заколовку, а там написано, что коррупционеры должны быть наказаны. Что он будет возражать? Да, должны быть наказаны. Потом он поднимает его след еще выше, видит фотографии, видит изображение тех самых коррупционеров, которые должны быть наказаны. Все. Об остальных коррупционерах он забывает. Вот их два человека. Или один, если там Путин один представлен. Вот они старались, но опять-таки технология хорошая. Но она хорошо действует на людей информационно продвинутых. И на людей, не отягощенных интеллектом, человек, который интеллектом не отягощен, он может эту цепочку ассоциативную, которую ему там расшивали, вот ее в рот положили, он ее может не уловить. И здесь, когда эта компания развернулась, через какой-то момент, видимо, кто-то испугался тех людей, которые не догоняют, то есть не доперли до того, что пытаются вложить в голову, как их собственную мысль. Их может быть количество отличное от нуля. И вот тогда появляется вот этот материал в Викиликс. Это называется боковая подсветка. Для недогадавшихся, недоперших до этого дела. Там напрямую написано «Атака сфокусирована на Путина», чтобы те, кто не догнал, наконец-то прочитали и себе это выписали. И вот это вот тоже был интересный момент, который показал наличие ушей в этой операции. Ушей американской разведки. Потому что сама Викиликс тоже отнюдь не была рупором борцов с американской гемонией, американским режимом, как бы ее ни пытались представить. Это боковой вброс, боковая подсветка, сделанная специально. Но вот то, что они не поверили в то, что люди сами способны догадаться пройти по этой цепочке и связать Путина с коррупционерами, то кто-то не допрет, и вот ему надо вот прямо сказать, директивно. Вот это было смешно и весело. Был еще один момент. В Панамском досье была использована передовая и очень тонкая технология зеркального отражения агрессии на другой объект. Эта технология называется в практике информационных войн «Трансформаторный эффект». Это даже не технология, а прием. Прием был, конечно, великолепен. Значит, когда начался сканал с Панамским офшорами, все ломали голову, на кого этот удар направлен. Когда пошли валом публикации с Ралдугиным из фотографии Путина, в России, по крайней мере, очень многие убедились в том, или дали себя убедить, что это атака напрямую на Путина. То, что выглядело все именно так. Это же убеждение подтвердило и этот врус с Викиликс. И было написано там, вот, Путин главная жертва и главная мишень этой атаки. А потом произошло вот что. Значит, в конце 16-го года Владимир Владимирович проводит большую пресс-конференцию. И на большой пресс-конференции, которая тогда еще не модерировалась, так как она стала модерироваться последствия, поднимается какой-то журналист, представляется и говорит, Владимир Владимирович, вы же знаете о Панамском досье, об этом скандале. Что вы можете сказать вот об этом? Вот там говорят о том, что замешаны многие. Далее Путин отвечает, вот я практически дословно цитирую, Путин отвечает так, говорит, я знаю этот материал, я его видел. И потом добавляю фразу, меня там нет. И ставит точку. То есть я знаю этот материал, я видел, я его видел, меня там нет. В этот момент происходит очень интересный момент. Ну, я это видел, когда я сидел, я в этот момент сидел в студии Russia Today в арабской редакции и готовился комментировать в прямом эфире. Значит, когда Путин говорил о том, что меня там нет, камера была сфокусирована на нем. То есть это была говорящая голова. В тот момент, когда он закончил свою фразу, 4 секунды обязательные, ну вот для фикстации говорящей головы, они прошли. И надо было переключаться, иначе зрителям будет неинтересно на какой-то вид другой. И оператор переключил камеру. На кого он мог переключить? Ну, конечно, он переключил на первые два ряда чиновников, которые сидели и слушали выступления президента. Он переключает камеры на них, и вот там картина масла. Там выражение панического испугу на лесах людей. Причем у них прям и на лбу у них было написано, буквально вот так, ровными буквами. О том, что он сказал, что его там нет, а мы-то там есть, нас предали, спасайся кто может. И вот это был трансформаторный эффект, когда на протяжении полугода формировался вот заряд агрессии. На большой пресс-конференции этот заряд сфокусировался на президенте. И президент сказал о том, что его это не интересует история, потому что его там нет, он ее не обнулил. Он этот заряд зеркально отразил на свое ближайшее окрушение, которое надеялось спрятаться за спиной президента. И не просто отразил, он многократно усилен. Потому что эти-то рассчитывали, что атака идет на президента, он своей широкой грудью всех закроет. И если что-то пробьется, то через него, то это уже будет ослабленный удар. А тут он взял и от них отвернулся. Вот в этот момент стало понятно, что главный объект этой операции это не президент. Это его ближайшее окружение, на которое он опирается. И задача была внести раскол вот в эту группу. И она действительно раскололась на четыре фракции. Причем в одну из фракций вошли те люди, которые сообразили, что теперь надо спасаться, как кто может. Спасение утопающего, дело рук самого утопающего. И на президента уже полагаться нельзя, потому что он взял и отвернулся. Значит, надо выстраивать отношения с Западом. Свои, кулуарные. И вот они начали выстраивать. То есть вот операция была исключительно эффективна. Но самая большая ценность Панамского досье заключается в том, что там впервые после Крыма была применена вот эта их новая американская схема информационных операций. Стандартная, базовая, позволяющая клепать эти операции, скандалы типа Панамского досье в промышленном масштабе. На поток их поставить. И по этой схеме затем проводились все без исключения американские операции, допингового скандала дальнейшего развития, до дела Скрипалей со всеми итерациями, аргентинского кокаина и до отравления Навального. Вот в основе их лежит одна единственная организационно-технологическая система, которая впервые была представлена публике вот именно в Панамском досье. Поэтому Панамское досье является эталоном проведения информационных операций американских.